Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долз. Сегодня у нас с вами распаковка фэшн пэков. Первый фэшн пэк с вот таким серебристым платьем, второй фэшн пэк из линейки Wonder Woman с синим платьем и третий фэшн пэк из линейки Hello Kitty с розовым платьем. Примерим мы все эти аутфиты на четырех разных кукол. На куклу Fashion Royalty, на куклу Барби Made to Move, на куклу Барби с телом 90-х и на куклу Барби с пышным телом. И для начала давайте распакуем первое платье серебристое, нещадно разрываю коробку и здесь целый лук, серебристое платье, туфельки и сумочка. Открепляю все от подложки. Итак, начнем с платья. Оно из такого голографичного материала, немножко липковатого. Сзади на застежке-липучке. Очень мягкая, очень мягкая ткань, неожиданно. На самом деле, когда смотришь, кажется, что оно такое жесткое, а на самом деле оно прям мягкое, струящееся. Ткань вообще приятная. На рукавах валанчики и оно прямого силуэта, не приталенное. Туфельки серебряные на высоких каблуках и сзади разрез для простоты надевания на разные ножки и много-много ремешков-перемычек. И сумка в виде бриллианта. И она, по-моему, открывается. Сейчас попробуем. Да, да, она открывается. И, наверное, даже можно сюда что-то положить. Давайте начнем. И ближе всего ко мне стоит пышная дама. Вот с нее, пожалуй, и начнем. И начинаем с платья. Надеть платье на нее не очень просто, но, в принципе, все налезло. И очень коварная ткань. При растяжении вот эта серебристая ткань идет такими мелкими-мелкими трещинками. В принципе, она восстанавливается, то есть, когда она обратно сжимается, этих трещинок не видно, но все равно это немного пугает. Платье у нас налезло, все хорошо. Надеваем туфли. Туфли тоже с трудом, но налазят. Туфли надеть очень тяжело. Вот одно получилось, второе никак не могу. Хотя они довольно мягкие и гибкие. Вообще очень мягкие, видите, я даже каблук вот так могу сделать. Да, довольно сложно, но надела. Такие узенькие туфельки. И сзади, конечно, разрезик совсем разошелся. Вот такой полный образ. Отлично подходит ей это платье. Оно, собственно, какое-то безразмерное. Поэтому, мне кажется, хорошо будет на всех куклах. Но проверим и посмотрим, что с ним произойдет после четырех переодеваний. Теперь примерим на куклу Барби из девяностых. Посмотрим, как на ней это все смотрится. На нее платье тоже надеть довольно просто. Главное, что мы пролезли в груди. У Барби девяностых проблема может быть только в этом месте. И попробуем примерить туфли. Да, туфли ей отлично подходят. Суточку на руку. И вот так это выглядит все вместе. О, мне кажется, ей очень идет. У нее такая еще пышная прическа. Да безумие пышная. И образ в целом получился очень гламурный. Классно, мне нравится. Следующий у нас Барби Мэйд Ту Мув. И на самом деле я боялась, что на второй кукле уже разойдется ворот. Но ничего, он пока держится. Просто сама ткань, она немножко похожа на какую-то капроновую ткань. И, наверное, на ней могут пойти стрелки. Вообще, ручка у сумки довольно маленькая. То есть все четыре пальчика надеть в нее, проснуть в нее сложновато. Не у всех кукол получается это сделать. Вот так наряд выглядит на Барби Мэйд Ту Мув. Мне очень странно видеть мою спортивную девчонку в таком гламурном образе. Но, в принципе, ей тоже подходит. По размеру так точно подходит. А по стилю это уже смотря какая у вас Мэйд Ту Мув. Потому что у меня эта девчонка сорванец. И теперь примерим все это на куклу в фэшн ройалти. Сняла с нее белье, чтобы ничего нам не мешало. И, честно говоря, начала снимать. Потому что Адель в чулках. И мне очень не хочется на эти чулки надевать туфли. Боюсь, что я их порву. Так, платье нам отлично подошло. Вообще удачное платье. Хорошее. Прям мне нравится. Ой, кстати говоря, ей подходят, ну почти подходят эти туфли. Они маловаты. И пятка немного сзади вытаскивается. Так, пальцы-пальцы. То есть пятка немного не вошла. Но спереди этого незаметно. Подобные платья обычно коротковаты для кукол фэшн ройалти. Но в данном случае это не кажется чем-то странным, супер коротким. Потому что платье вечернее, яркое такое. Для похода на веселую вечеринку. И поэтому ничего страшного, что оно короткое. Но, конечно, у фэшн ройалти ноги длиннее, чем у барби. Но ей тоже платье отлично подошло. Ничего не разошлось. Ничего не распустилось. Ничего не порвалось. За 4 переодевания. В принципе, я думаю, что и дальше с ним ничего страшного не произойдет. И этот фэшн пэк однозначно хороший. Наш второй фэшн пэк из линейки Вандер Уумен. Чудо-женщина. И это синее платье. Вообще, мне очень нравятся какие-то тематические фэшн пэки для барби. Такие как Вандер Уумен или Хэлл Китти. Все разорвала. И здесь синее платье, красная кепка и маленькая спортивная сумочка. Открепляю платье от подложки. Платье двуслойное. Внизу у него однотонный синий слой. А сверху сеточка с звездами и эмблемой Вандер Уумен. А сзади она просто синяя. Вот такой уже цвета, как и подложка. И сзади оно на липучке. Рукава полностью прозрачные. Из синей сетки. Такой же, как спереди на платье. Вот такая кепочка. И сумочка. Начнем, я думаю, снова с пухляшки. Кстати, заметили, здесь уже обуви нет. Видимо, на фэшн-пэк положено два аксессуара. Либо шапочка, либо туфельки. Да, платье отлично на нее нарезало. Ей замечательно подходит размер. Да и в целом, как это выглядит, мне нравится. Надеваем кепку. Отлично сидит. И, кстати, кепка, она не пластиковая, она такая резиновая. И выглядит довольно правдоподобно. И надеваем сумочку. Наденем на эту руку. Все четыре пальчика налезли. Вот такой образ у нас получился. Настоящая чудо-женщина. Пришло время примерить все на Барби 90-х. Конечно, здесь уже понятно, что по размеру это платье тоже подойдет всем. Оно универсальное. Вообще, когда покупала эти фэшн-пэки, наверное, выбирала что-то более универсальное. Потому что уже понимаю, что, например, штаны-треники, которые часто встречаются в фэшн-пэках для Барби, они мне очень нравятся. Но, например, для Интегрити Тойс они совсем не подходят. А мне все-таки нужны фэшн-пэки, которые будут подходить всем куклам, которые будут максимально универсальны. Ну и в большинстве случаев мне все-таки хочется, чтобы это подходило именно для фэшн-ройалти. Потому что чаще всего я фотографирую именно их. Ой, это платье так подходит ее глазкам. Оно прям такое же синее, как ее реснички. Надеваем кепку. Так, тут не очень понятно, куда ее надевать. Кругом волосы. Вот так это все выглядит вместе. Тоже чудесно все подошло. На Барби 90-х, мне кажется, что тут лучше без аксессуаров, а исключительно само платье. Потому что с аксессуарами это становится какой-то полуспортивный, полуудачный стиль. А когда платье отдельно, оно выглядит таким нежным, прям под стать этой кукле. Переходим к Барби Мэйд Ту Мув. Вообще переодевать Барби Мэйд Ту Мув это одно сплошное удовольствие. Потому что все везде гнется. Легко попасть в рукава. Вот так это выглядит на Барби Мэйд Ту Мув. Мне, честно говоря, не нравится. Потому что оно какой-то на ней как халат. Почему-то такого эффекта я не видела на остальных куклах. На Мэйд Ту Мув что-то не то. Может быть, просто в целом этой кукле оно не идет. Я не могу зацепить сумку. Она упорно падает. Налезает только на 4 пальчика. На 5 не налезает. И на 4 пальчиках держаться упорно не хочет. Ну, не хочет так не хочет. Ладно. Посмотрим так. Вот так выглядит весь образ. Не знаю почему, но что-то меня здесь смущает. Само платье красивое. Кукла тоже. Но вместе это выглядит странновато. Возможно, ей просто не идет синий цвет. И у нас осталась куколка Fashion Royalty. Посмотрим, как будет выглядеть платье на ней. Так, так, так. Пальчики. Нужно быть всегда внимательным, когда у вас какие-то тоненькие рукавчики. Потому что коготки у кукол очень любят все эти рукавчики рвать. И вот так этот образ выглядит на кукле Fashion Royalty. Вообще, мне очень нравится. И немножко странновато выглядит кепка. И я ее всю просто измучила, пытаясь надеть эту кепку. Поэтому она немножко такая лохматенькая осталась. Но вставить кепку в волосы оказалось сложновато. Потому что у Fashion Royalty такие сложные прически. Там много укладочных средств. И внутри все переплетено. Все сложно. Поэтому не всегда эти кепки получается надеть. Да? Какие-то ободки или еще что-то. Но если долго мучиться, что-нибудь получится. И вот, что у нас вышло. В целом, образ мне очень нравится. Ну, на самом деле, мне нравятся платья. То есть, к аксессуарам я абсолютно равнодушна. Что к кепке, что к сумочке. Да, они неплохи. Они хорошо выглядят. Довольно реалистичны. Лучше, чем, например, поясные сумки, которые вкладываются в эти Fashion Pack'и. Но какого-то восторга. И сами аксессуары меня не вызвали. В отличие как раз-таки от платья. Потому что от платья я в полнейшем в восторге. И тоже с ним ничего не случилось. Никакие швы не разошлись. Нигде ничего не растянулось. Выглядит так, как будто бы я его только-только достала. И мы переходим к третьему и последнему Fashion Pack'у. Fashion Pack Hello Kitty. У компании Мактел есть много Fashion Pack'ов по Hello Kitty. И многие из них мне нравятся. Решила вот начать с этого. Конечно же, наверное, самый известный Fashion Pack'и это красное платье. Она тоже очень красивая. Но мне хотелось взять что-то еще. Что-то новенькое. И здесь у нас розовое платьишко. Голубая сумочка в виде сердечка с шипами. И розовенькое жерелье. И на самом платье изображена не Hello Kitty, а другой персонаж из этой линейки. Это зайчик Май Мелоди. Ее подружка-мышка Флет. И другие зверюшки здесь. Ну, как другие. Еще одна зверюшка. Здесь Белочка. И они сидят на каких-то грибочках. Платье розовенькое. И по какой-то неведомой мне причине прошито оно белыми нитками. На самом деле, вот сзади, где пришита застежка, нитки розовые. То есть, есть у людей розовые нитки. Почему же оборка на горловине, обтачка рукавов и низа, сделанных белыми нитками, для меня загадка. То есть, они считают, что это декор, видимо. Ну, ладно. Хотя, вот такая обработка горловины меня прям раздражает. Потому что она еще, мало того, что это не очень аккуратно все выглядит, оно еще и растягивается и рвется со временем. Вот такие бусики. Бусики прям совсем простецкие. Вряд ли я вообще их когда-то кому-то надену. Ну, ладно. Такие розовые бусики с бантиком на шее. И милейшая сумочка. Это, да, это сердечко, такое кругленькое сердечко в шипах. Не знаю, как стразики, наверное. Здесь мы опять без обуви, но нам положили бусики, потому что. И это платье я начну надевать в обратном порядке, на фэшн ройлити сначала. И затем уже в конце на пухляшку, потому что я подозреваю, что пухляшка нам его немножко растянет. Растюгиваю платье. Надеваем, надеваем. Моей Адель надет еще жестовые ручки, то есть с пальчиками в разные стороны. Поэтому надевание одежды немного затрудняется. Вот так выглядит платье. Но, как я и говорила, да, горловина не очень красиво выглядит. И вообще, конечно, интересно. Интересно для каких-то образов наверняка это платье нам подойдет. Хотя оно такой длины, что явно стоит пододеть леггинсы. Бусики я дальше, с вашего позволения, не буду даже примерять никому. Потому что выглядит стрёмно. Вот так в целом выглядит образ. На мой взгляд, из трех фэшн пэков это самый неудачный. Просто потому что не очень качественно сшито само платье. И оно как-то не очень хорошо сидит. И, по крайней мере, на фэшн роллте не очень хорошо сидит. Сейчас посмотрим на остальных куклах. Хотя само платье, конечно, очень миленькое. Вот так платье выглядит на Barbie Made to Move. Оно намного лучше сидит в плечах, в груди. Но в целом мне все равно не очень нравится, как это выглядит. То ли силуэт какой-то не очень удачный, хотя они вроде все были прямые, все три платья. Но это выглядит как-то не так. И на самом деле, пока примеряла, заметила, что у меня на тумбочке из него вываливаются какие-то нитки. То есть где-то есть какой-то необработанный шов, который я задеваю, и из него крошится ткань. Мне кажется, мы нашли хозяйку этого платья. Оно ей очень идет. Оно на ней очень красиво сидит. Мне нравится, как сидит на плечах, на груди. И в целом все вместе, как это смотрится. И цвет, конечно, ей безумно идет. Барби 90-х, они такие, они пророзовые. Давайте еще примерим на пухляшку, попробуем. Не уверена, что влезем, но попытаемся. Нет, мы вполне себе влезли в это платье. Вообще легко. Все замечательно застегивается. И ей это платье, мне кажется, тоже идет. И на ней хорошо видно рисунок на самом платье. И сидит она тоже хорошо и красиво. Наверное, за счет того, что она как раз больше прилегает к телу. И она становится каким-то более понятным и ясным. В целом фэшн пэк тоже хороший. Немножко повысыпались нитки, но вроде перестали. Видимо, что-то где-то обтрепалось и закончилось. В целом фэшн пэки мне понравились. И фэшн пэки с платьями, прямыми платьями, можно брать смело. Они точно кому-то подойдут. И по размеру, и по внешнему виду, и по стилю. И они наиболее универсальны, на мой взгляд. И вот в таком виде мои девчонки отправляются сегодня на полку. Больше всего мне, наверное, понравилось вот это серебряное платье. Оно очень красивое, очень яркое. И синее понравилось. И розовое тоже понравилось. В общем-то, все фэшн пэки, мне кажется, сегодня были удачными. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И желаю вам прекрасной, яркой и модной весны. Смотрите. 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 Смотрите.